Почему не цветет персик? Неудачное место посадки. Неправильно выбранные удобрения. Не так ухаживали, поливали, подсвечивали или обрезали. При покупке саженцев садоводам обещают всего 2 года ухода, после чего появятся плоды персиков. Но реальность такова, что персик даже не зацветает. Заметны поражения, как например промерзание корней, обморожение поверхностной части, поражение грибком или паразитами, дают ответы на то, почему не цветет персик. Но если с едой все нормально, то что же с деревцем не так? Место посадки персика. При выборе места посадки для персика лучше остановиться на открытых и хорошо освещенных участках, в идеале без ветра. Под описание подходит южная сторона сада. Персик расцветает и наливается под солнцем. Возле воды или в местах близкого залегания подземных вод, высаживать его нельзя. Категорически запрещена посадка на супещаной почве и суглинках, тем более на глине. Молодые деревья еще можно успеть пересадить. На участке персик король сада, невзирая на то, что могут быть и другие, не менее королевские сорта плодовых персиков. Высаживать персик рядом с теми, кто будет его притенять, также нельзя. При затемнении персик не формирует цветочные почки, а значит и не цветет. Полив и удобрения для персика. Ежегодно вносить удобрения в необходимом объеме, питательные компоненты прямо в приствольный круг, чтобы стимулировать развитие поверхностной и подземной системы. Цветет персик, если ему достаточно калинирных и фосфорных удобрений, а вот переизбыток азота нежелателен. Азот хорошо влияет на развитие листовой массы, но притупляет формирование почек. Удобрения персика для цветения. 70 грамм аммиачной селитры, азот для развития листвы в первый период весны или мочевина. 40 грамм фосфорных удобрений, 50 грамм калийных. Один раз в три года персик стимулирует органикой, но для молодого дерева это делается с первого года жизни, после теоретической закладки цветочных почек или для взрослых перед цветением и подоношением. Свежая органика – плохой спутник плодов. Из органики подходит перегной и навоз, но есть и растительная органика, настой трав, сидираты. Сидираты – это отдельная тема в подкормках. Растения специально выращиваются для того, чтобы пойти на удобрение, заделываются в почву до посадки, как предшественники, или сеются между рядами. Для персика такими спутниками на пути к цветению станут люпин, редька, рапс. Персик не цветет, если не обрезали. Наконец, последний возможный вариант, почему не цветет персик, хотя все условия соблюдены – это отсутствие обрезки. С помощью такого метода ухода мы стимулируем развитие почек, удаляем старые побеги, отнимающие время силы персикового дерева, формируем и развиваем крону. Обрезка проводится каждый год в начале весны до сокодвижения. Когда производить обрезку плодовых деревьев весной, читайте на сайте teenage.info. Диаметр кроны персика не должен быть больше 2,5 метров. Удаляются центральные побеги, а также те, которые растут вертикально – это волчки, или те, которые растут наружу. Плодоносящие ветки также подрезают, но оставляют по 4 почки. Полное оголение дерева не нужно перед цветением. Если завязей много, то оставить самые сильные, иначе потом не пойдет крупное плодоношение. Пишите в комментариях, решили ли предложенные способы в вашу проблему, почему не цвел ваш персик. Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал teenage.info. и в мой взгляд.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info